Славик, я хочу с вами поговорить и уделите мне несколько минут вашего внимания. Мне очень понравились ваши видео на ютубе, я подумала, что вы святой мальчик. Вы говорите вещи необыкновенные, Славичек, я очень рада вам, вы несете свет во тьму наших сердец. Увы, люди неблагодарны по своей природе, и посему немногие оценят вас по достоинству. Я же благословляю вас, милое дитя, дай вам Бог не потерять свою силу, данную вам свыше. Всего вам наилучшего. Если вы слышите, значит, Вячеслав вздюжил. Вот, тема, на мой взгляд, будет довольно интересная и одновременно из ряда вон выходящая, а также познавательная. Сегодня мы с вами узнаем, что означает флаги мира. Как и в любой армии, ну на самом деле мы прекрасно с вами знаем, что сейчас армии не существует в том понимании истинном. То есть любая армия страны концлагеря, концлагеря страны, она существует не для того, чтобы защищать своих граждан, а для того, чтобы подавлять бунты и беспорядки. Ведь любой здравомышлящий человек прекрасно знает, что любая армия мира находится под управлением одного главнокомандующая. И этот один главнокомандующий, стайка нелюдей, порой стравливает между собой армии разных концлагерей. Ну, у любого солдата, конечно, не хватит, да что там солдата, у офицера не хватит ума понять, что тот, на кого нападают его подчиненные, на самом верху ими же руководит одни и те же личности. Если он не понимает, значит он кормует незнание канонов, не освобождает от ответственности. Так вот, в армии, мы знаем, есть типа погоны, да, и когда человек там, даже не военный, смотрит на звездочки там или на что-то в этом роде, там на свистки, надо, думаю, звездочки свистками заменить. Представляете, классно так вот выходит это военный, а у него на погонах три свистка. И это главный свисточный по определенной ячейке в концлагере, да, вот, или один свисток, это не очень главный. Звездочки, я думаю, это уже не актуально, это пережиток прошлого. Лучше давайте, чтобы на погонах были свистки, ну, такие, знаете, обыкновенные, староклассические, да. Вот, и когда человек смотрит на погоны, он сразу понимает, там, лейтенант, полковник и так далее. Те, кто составляли нам флаги мира, они точно так же для каждой страны придумали свои, в кавычках, погоны. То есть, любой там новичок в ихней команде, он может посмотреть на погоны флаги мира и определить, что эта страна выполняет, какую функцию на данный момент, какую она в пирамиде занимает место и должность. До недавнего времени я накопал два флага, но спешу вас порадовать, нашел все-таки один. Что я имею в виду? Два флага, которые не повторяются в мире, это расцветка, когда идет красно, черный, желтый. Такие флаги имеют Германия и Бельгия. Все. Ищите, не сыщите, вы не найдете ни одного флага в мире с такой расцветкой. А знаете почему? Потому что в каждой стране мира мировое правительство присуждает определенную расцветку, причем в зависимости от того, какую роль данное государство будет отыгрывать на псевдополитической арене. Есть чудные люди, которые верят, что есть страны, что есть выборы честные, что есть президенты. Но любой здравомыслящий человек знает, что это все фикция, фикция самая настоящая. Нету ничего. Здесь концлагеря, у каждого концлагеря есть свои погоны, про которые я вам расскажу. Значит, самый главный концлагерь имеет желто-белую расцветку. Принадлежит он Ватикану. Ватикан является самым маленьким лагерем, концлагерем. Но самым главным, не найдете ни одного флага, чтобы на нем было желто-белая расцветка. Примечательный факт. У вымышленной страны Российской империи когда-то были тоже эти два света. Желтый и белый. Но также добавлялся черный. Что такое черный, мы с вами узнаем чуть подальше. Черный свет на флаге имеет двустороннюю вариацию, связанную с войной. Забегая вперед, скажу, если на флаге присутствует черная полоса, то, как правило, страна, которая имеет полоску черную на флаге, будет подвержена военным действиям. Либо на территории своей страны, либо эта страна сама начинает войну на других территориях. Здесь, насчет флагов, я по возможности буду накидывать, как бы, принцип. Когда вы услышите принцип, вы, уважаемые дорогие слушатели и зрители, сможете мне больше помочь и подсказать. Ведь я, как бы, модель, рассказываю ту, которую, опять же, никто не знает, никто не понимает. Как-то в одном ролике 25 января я говорил про флаги, но там я понял, что не был услышан, по-моему, в другом ролике повторил. А теперь я решил сделать полноценный ролик, посвященный флагам мира. У нас же как? Когда идут картинки, с картинками все понятно. Вот. Поэтому, если на флаге черная полоса, это связано с боевыми действиями. Либо на самой территории этой страны, либо страна будет принимать участие в какой-то заварушке. Так, и так мы с вами выяснили. Первый самый сильный флаг, это флаг Ватикана. Бело-желтый или желто-белый. Был когда-то в Российской империи желто-белый. И черной полосой связаны с военными действиями. Вы не найдете ни одного флага в мире, который имеет черно-желто-белую раскраску. Вы не найдете ни одного флага в мире, который имеет желто-белую раскраску. Также вы не найдете ни одного флага в мире, который имеет красно-желто-черную раскраску, которая есть в Германии и в Бельгии. Все. Больше ни в одной стране мира такой раскраски нет. Бытует легенда, что когда-то в Австрии был такой точно флаг. И там несчастным австрийцам заставили сменить его на другую расцветку. Заставили. И правда есть вот наивные люди, которые думают, что войны происходят, потому что один народ захотел напасть на другой народ. Если стул падает, то его кто-то толкнул. Если где-то произошло землетрясение, значит это ядерный взрыв. И так далее. Так вот, мы с вами остановились на двух группах. Идем дальше. Следующая группа очень интересная. Это красно-белые флаги. Красно-белые флаги это прям какой-то клондайк понимания о том, что происходит. Красно-белый флаг имеет такие страны, как Австрия, Бахрейн, Грузия, Дания, Индонезия, Канада, Мальта, Монако, Перу, Польша, Сингапур, Тонго, Тунис, Турция, Швейцария и Япония. Флаги у меня будут идти хаотично. Подписывать некогда. Нужно успеть много рассказывать. А раскрашивать, ну извините, не получается. А и так этот ролик, грубо говоря, еще с 25 января пытаюсь сделать. Грубо говоря, мягко выражаясь. Вот. Красно-белые флаги это сателлиты. То есть они такие. Главные над другими флагами. Или флагами странными. У кого есть красно-белый флаг, знайте. Это у мирового правительства более-менее любимчики. Флаги, которые имеют красно-белую расцветку. Там не произойдет никаких вооруженных столкновений. Эпселют. Также в эту категорию попадают красно-бело-зеленые флаги. Алжир, Беларусь, Болгария, Венгрия, Мальдивы, Италия. Уважаемые белорусы, по всей видимости, думают, что благодаря выдающимся способностям главы ихнего государства, они живут в тепле и в добре. Спешу вас огорчить, дорогие наши братья белорусы. У вас шоколад, потому что мировое правительство так решило. И бойтесь, братья мои, когда на вашем флаге появится черная полоса. Это будет война. Либо вас самих отправят на войну. Мне почему такая манера речи, я когда насмотрюсь вот этой всей лжи интернетовской, мне до глубины души больно и обидно. Почему люди не видят, что происходит? Почему люди не понимают, что это все цирк, что это большое шапито, что эти страны, это все фикция, что стравливают страны между собой одни и те же люди на самом верху. Но почему, почему, почему только единицы проснулись? Ну, где же ваш здравый смысл? Вам чем там кормят вообще, я не знаю, в ваших странах, что вы вообще соображать перестали? Охренеть можно, блин. Ну это, ну ни в какие ворота не влазит. Ну вы сами подумайте, что вы шоколад? Знаете, что у вас, белорусы, шоколад? Да потому что у вас Беловежская пуща есть. Как говорит Викибедия, Беловежская пуща – наиболее крупный остаток реликтово первобытного раннего леса, который, согласно представлениям сложившимся современной науки, доисторические времена произрастал на территории Европы. Так вот, на территории под названием Беларусь сохранен уникальнейший на всей планете Земля заповедник, который 200 лет не подвергается никаким вырубкам. Это знаете, если туда зайти, в этот заповедник, не только можно к информации, там даже можно оздоровить. Поэтому те, кто нашим миром правят, они такие страны, как Италия, Беларусь, Болгария, Мексика, по-моему, я не ошибаюсь, красно-зеленый твах, это для них курорты, здравницы. Поэтому, будь ласка, не ображайтесь, гарни хлопцы белорусы, но вам счастье привалило только из-за вашей пущи, а не из-за того, что у вас там кто-то, главное, кирует. А смотрите, в Казахстане уже 100 лет один кирует, в Белоруссии 100 лет один кирует, это настораживает. Не хотел я лезть в псевдополитику, а ну на, ибо недосказанность хуже всего. Давайте теперь с вами обратим внимание на красно-желтый флаг. О, когда-то красно-желтый флаг имела страна под названием СССР. Ухтышка, что делала эта страна? Да, она весь мир заправляла всем и всем. Когда она перестала это делать, кормить весь мир, эстафету перенял, эстафету взял в свои руки Китай. Да, есть еще и в Киргизии, он же Кирг... Киргастан есть у Вьетнама. Как-то у меня вчера друг спросил, на что Вьетнам весь мир кормит? Нет, достаточно просто иметь один маленький заводик во Вьетнаме по производству вьетнамской звездочки. И все, больше нигде нельзя, только там. Поэтому красно-желтый свет это всегда раскраска кормильцев. Сейчас Китай кормит весь мир. Только если СССР кормила весь мир качественными продуктами, то китайцы занимаются профанацией, кормят ужасной пищей. Сейчас вот соевый соус, к примеру, это вообще уникальное произведение. Все китайские парикмахерские сейчас волосы просто не уничтожаются. Они все идут на соус. Соевый. Не верите? Интернет в руки? Пожалуйста. Не, ну более дорогие, конечно, сорта, те, которые там стоят серьезную сумму, там, да, их делают. Но дешевый вариант лучше не покупать. Знаете, китайцы засунули свои туда волосы. И, как говорит уважаемый Анатолий Анатольевич Шляхов, китайские нужники тоже вычищаются. И из китайских нужников делается спирт. И этот спирт куда идет? Правильно. Поэтому водку лучше... Не, не так. Спиртное лучше вообще не пить. Не потому, что оно вредное, а потому, что оно из китайских нужников. Но если вам подфартило, и вы сможете приобрести бутылочку спиртного напитка, который сделан либо из винограда, либо из пшеницы, пожалуйста, как говорится, 50 грамм по праздникам не навредит. А где ж мы ее возьмем-то, эту водку хорошую? Но все-таки она есть. Есть водка качественная, есть из китайских нужников. Поэтому большая благодарность Анатолию Анатольевичу Шляхову, человек, который уже сколько лет пытается достучаться до нас, объяснить, что алкоголь это зло не потому, что он зло, а потому, что он сделан не из того, что нужно. Идем дальше. Теперь мы с вами затронем флаги бело-голубые. Бело-голубые флаги, Томантина, Гватемала, Гондурас, Греция, Израиль, Никарагуа, Сан-Марина, Сомали и Финляндия. Ну и еще, по-моему, там пару стран есть. Так вот, это, скорее всего, предположительно связано с медициной. То ли хорошие там клиники находятся, там в Израиле хорошие, высококачественные, то ли очень хорошие. Поэтому эти страны отвечают, в моем понимании, за врачевание для мирового правительства и для тех, кого мировое правительство пока пествует. Это пока. Когда нас, потомков великой расы, белорозовых, всех уничтожат, возьмутся и за вас, дети разных народов, которые мечтой о мире живут. Поэтому давайте тоже, люди, человеки других народностей, примыкайте к нам в плане распространения знаний. Неважно, какого цвета у вас кожа, черная, желтая, красная, главное, ваша составляющая, главное, то, что у вас в душе. Ведь в душе любой человек, это уже по умолчанию славянин. С, ла, ла, это боги, ла, это любовь, с любовью, с богами. И те, кто пытается осквернить слово славянин, это либо невежды, либо запроданцы. Особенно те, кто пытается объяснить, что наша планета маленькая и кругленькая, это они работают на мировое правительство, все без исключения. Так, продолжаем разговор, идем дальше. Каким мы флагом подошли? Самым страшным и опасным. Красно-белый, голубой, выбирай себе любой. Такие страны, это расцветку флагов или флагов имеют, как Австралия, Великобритания, Доминиканская Республика, Исландия, Камбоджа, Кумба, Либерия, Лаос, Нидерланд, Новая Зеландия, Норвегия. Парахвай. Ой, Россия. Мама родная, друзья, любимая. Что ж она на самом деле означает? Потому что и в США красно-белый-голубой есть свет на флаге, и в России тоже почему-то есть. Северная Корея, Самоа, Сербия, Словения, Таиланд, Франция, Хорватия, Чехия, Чили также имеют красно-бело-голубые расцветки. Но тут особо про эту расцветку мне так нечего сказать глобально, почему? Потому что это страны многофункциональны, вот, у них может происходить все что угодно, начиная от изготовления каких-то космических спутников и даже космических аппаратов, которые летают в космос. Вообще страны, конечно, интересные из такой расцветки. Вообще территория под названием Россия за последние 200 лет меняла флаги. 200 лет назад был черно-желто-белый. Потом появился до 17-го года бело-синя-красный и местами желтый. А потом красный. Какой ужас, дорогие мои, уважаемые зрители. И вот мы относительно к завершающей фазе подходим моего, моего такого сарказма, иронии, ерничества. Подходим к флагам, которые имеют, или к флагам расцветку, которые имеют черную. Это всегда связано с войной. Да, кто-то скажет, ну как же, вот, Германия, у нее тоже есть черная полоса, и там нету, нету, и пока не будет. Пока что. Но это означает, что они принимают непосредственное участие в том, чтобы на других территориях происходили войны. Давайте посмотрим, какие черные полоски имеют страны на своих флагах. Или флагах. Албания, Ангола, Афганистан, Египет, Иордания, Ирак, Кения, Малави, Мозамбик, Панамы, Сирия. Вот. Тут надо уже детально. Вернемся к стране под названием Грузия. У Грузии до определенного года была расцветка черно-бело-красная. У нацистской Германии, принято почему-то называть фашистской Германией, но сейчас не принципиально важно. В терминологии был почему-то тоже черно-бело-красный цвет. И тот, и тот так называемый концлагерь был связан с войной. После того, как Грузия прекратила боевые действия, и в ближайшее время, по всей видимости, их не будет, ей присвоили флаг красно-белый. Германия, которая закончила свою миссию с флагом черно-бело-красный, также получила другую расцветку флагом. Да, я пытался, даже не заносил, но для примера придется сказать, когда вымышленная ДНР к большому горю начала на своей территории получать человеческие жертвы, она также получила нам флаги черную полосу. Черная полоса – это война. Есть, конечно, забавные флаги, как в Северной Корее, Пипсикола, там есть черные штришки, это означает, что они будут Северную Корею иногда бомбами забрасывать для остраски. Есть флаги, которые вообще для меня несут разгадку, как вот этот, и сразу он красно-белый-голубой и желто-блокитный. До конца не я разгадал. Ой, желто-блокитный флаг, мне часто спрашивают, что он значит. А я не знаю, что он значит. Вот меня спрашивают, желто-блокитный флаг, что же означает желто-голубой стран с таким флагом, немало. Ладно, хорошо, давайте я вам по секрету скажу, открою великую тайну, что означает рассветка на желто-голубом флаге. Только, пожалуйста, убедительная просьба, никому не говорите это, ни в коем случае. Желто-голубой флаг означает следующее. На территории данной страны будет проведена полная замена населения на абсолютно другое население. Если страна имеет желто-голубой флаг, то будьте уверены, 50-100 лет, и на этой территории не будет уже проживать ни одного жителя, который проживает сегодня. На этой территории будут проживать абсолютно другие жители, абсолютно с другой языком, внешностью, ментальностью. Как это происходит с Европой? Еще пять лет назад Георгий Сидоров сообщил, Европу будет перезвено 50 миллионов негров. Кстати, такой вопрос к мною уважаемому Георгию Сидорову. Куда ж он знал про этот перевоз? 50 миллионов. Наверное, он, как и я, к информационному полю подключается, и все вот, и вся разгадка. Так вот, рано или поздно население, имеющее желто-голубой флаг, будет полностью либо уничтожено на физическом уровне, либо запугано и выгнано. Вроде я все расцветки пробежался. Сейчас я перещёлкаю, просматриваю, ничего я не забыл ли. Вроде о многом рассказал. Да, есть некоторые флаги, которые для меня пока несуразные, и к ним я, к сожалению, докопаться, по всей видимости, не могу. Вот только вот Йемен меня озадачил. Правда, там немножко расположение, там тоже идут расцветки. Красно-бело-чёрный, а у Германии был чёрно-бело-красный. Ну, Йемен, видно, тоже что-то к войне. Чтобы на весь мир напала Йемена. Ну, точно так же, как и Египту тоже, по всей видимости, готовят. Ну, вот мы даже сейчас можем сказать, Сирия тоже имеет расцветки. Бело-красно-чёрный. Ну, и есть две зелёные звёздочки, которые по всей видимости означают, что там будут оставлены островки жизни. Вот знаете, вот говорят, тут американцы на всех нападают. Это американцы такие, о-о-о, чего себе, мы спасаем мир. А есть другая страна, это Россия называется. Там тоже говорят, мы приходим помогать. Вот как в Афганистане было. Мировое правительство в Афганистан загнало Советский Союз, загнало американцев. Вот. Американцы думали, что они спасают Афганистан от Советского Союза. Советский Союз думал, что они спасают Афганистан от американцев и всевозможных бунтарей. А на самом деле две страны, такие как США и Россия, в нашей ячейке используются исключительно для зачистки населения. И, конечно, ни американцы, ни люди, которые проживают на территории России, не виноваты. Да, я знаю, дорогие мои друзья и слушатели, после этого ролика пойдёт куча негатива. Но я вам скажу так, завершение. Если вы не настолько ещё зазомбированы, если вы ещё не настолько утратили здравый смысл, всегда помните. Наша сота, это наша сота. Она принадлежит исключительно нам, потомкам великой расы. Тех, кто имеет белорозовую кожу, тех, кто имеет славянскую речь, тех, кто имеет сердце и душу. Вся сота наша, кто там будет возмущаться и писать мне в комментариях, негатив, пошли вон из нашей соты. Вы работаете на наших захватчиков. Вы уничтожаете последние бастионы, которые ещё хлипко держатся в нашей соте. Нападая на Котлярова, злопыхателей, вы нападаете на всех мной уважаемых слушателей и зрителей, которые меня приняли, которые меня поняли. Вы не Котлярова обижаете. Вы не Котлярова нападаете. Вы нападаете на уже тысячи людей, которые поняли, что Вячеслав пытается донести истинное положение вещей. Такую шутильную форму в беседе про флаги сознательно выбралось исключительно для того, чтобы не было это какой-то лекцией, назидательной беседой, чтобы в развлекательной форме максимально нести истинное положение вещей. А посему разрешите откланяться. С вами по-прежнему Вячеслав Котляров. Спасибо огромное, что слушаете меня, слышали меня. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok